господа всем привет вы на канале сэр андрон сегодня будет техническая серия и поэтому оставайтесь до конца все поехали короче ребятки сегодня займемся делом которое никогда не делал это пациент номер один это пациент номер два ну чё сейчас поиграем с ними надо будет узнать какая пара в каждом из них по моему вот в этом должно быть 36 а вот в этом должно быть 43 по моему как то так что еще интересно вот этот где 43 это открытый дифференциал вот это это лсд но он походу фиговенький это fuji fuji что-то там фигово он блокируется и поэтому мы его будем разбирать и задача будет стоять такая потому что вот это лсд то есть мы у него только заберем главную пару и попытаемся ее внедрить вот сюда и потом открытый дифференциал мы заварим и у нас получится заваренный дифференциал в пары 36 то что мне и на для моей 6 ступки там не получается 2 передачи примерно около 100 км сейчас это получается 95-100 как-то так в самый раз я конечно не понимаю почему настя на нее дело перчаточки я уверен что здесь 36 пара но надо проверить будем считать сколько оборотов главного вала что произойдет при одном обороте по все и таким образом мы выясним какая здесь пара стоит так поехали начинаем крутить раз оборот два оборот и оборот вижу же меточка подходит три оборот три с половиной оборота и меточка уже почти дошла и то есть и чуть-чуть да где-то 36 я уверен здесь папа раз и 36 но когда мы его разберем полностью нам уже по зубчикам посчитаем и сейчас повторим ту же самую операцию для 2 дифференциала четыре оборот и чуть-чуть еще так я был не прав значит здесь 41 они 4 3 как это я думаю но в принципе мне все равно это пара не подходит меня до 36 либо меньше на меньше существует для этого для конфигурации так что разбираем я пытался открутить болты никак не получается надо будет сейчас отпилить и мы тогда сможем снять вот это вот ненужную часть помните инцидент который вам рассказывал про глаз там про металл про иголку в глазу и так далее поэтому еще раз повторю когда пилите что-то режете надо использовать хоть какие-то google ну а чуть-чуть блин ну как всегда один болт обязательно оближется и фиг его вытащишь по ходу этому дифференциалу все равно уже крышка была смотрите кусочки металла это там такие пластинки они разваливаются временем это просто тип дифференциала такой fuji lsd называется вот получается сколько-то металла было открутили тут пару болтов и вот этот крышечка в принципе она отходит спокойно подшипничек вот и все и блокировочку по ходу можно будет выбирать металл он видно куски металла всякие валяются самый аккуратный способ узнать какая главная пара стоит это посчитать зубчики здесь вот 11 зубчиков а вот здесь вот у нас получается сейчас зачем посчитаем так так я насчитал 40 40 зубчиков до 40 зубчиков и чтобы знать какая главная пара стоит надо поделить количество вот этих зубчиков на вот этой шестереночке на количество зубчиков вот этой шестеренки то есть 40 делить на 11 получается сейчас посчитаем я посчитала получилось вот так вот не знаю вам видно не видно 40 делить на 11 3.64 то есть здесь главная пара 364 3.64 с парой 36 уже разобрали осталось 41 он намного живее выглядит но мы его разберем и заварим так все отмыли его тут вот клинером замотали подшипник чтобы за всякой грязь не летела и сейчас еще чуть-чуть здесь вот протерем пройдем обезжирим и будем уже варить будем вырезать вот у меня заготовочка есть я чуть-чуть подровняю чтобы она туда чётенько встала и будем варить заготовили заплаточки сначала мы сделали такой шаблончик который вы сюда вот так вот заходит и поэтому шаблончику уже вырезали вот таких вот два циска для заплаточки мы это все обварим прихватили на пару точек так одну сторону уже там присал в прямом смысле присрал потом покажу ужасно получилось но дираться будет сейчас надо будет все убрать там пропылесосить продуть все и в принципе можно будет уже собирать ребят начинаем собирать деференциал первый второй красава красава мы уже собрали прикрутили вы все крышечки выставили в зазоры выставляли зазоры крутя вот эти вот круги не знаю как они называются все это было довольно таки трудно выставить чтобы попасть во все допуски но вроде как это получилось у нас по допускам у нас должно быть по моему 9 до 11 сотых миллиметра и вот мы смотрим что у нас все в допуске вот единственное во что мы не попали это в натяжение подшипника именно вот в этом мазовском дифференциале он измеряется вот по этим двум точкам по расстоянию и должно быть по допуске там сто восемьдесят пять с половиной миллиметра сто восемьдесят пять кома четыре до сто восемьдесят пять кома пяти у меня есть такой вот инструмент он не очень точно но примерно можно узнать вот так сейчас его в 0 все обнулили сейчас замерим отсюда вот до сюда вот замерили и у нас сто восемьдесят пять и семь допуск сто восемьдесят пять и пять но так как здесь пишется что здесь ошибка у него ноль кома два миллиметра то я думаю все будет нормально проблем с этим думаю не должно быть у меня есть такая ерунда сейчас я ее открою так сейчас мы ее намажем здесь между зубчиками прокрутим шерстереночки и будет очень легко будет очень точно видно контактное пятно на зубчиках с обоих сторон примерно должно быть вот вот в этой вот части где вот я показываю с одной и вот там вот с другой стороны если контактное пятно будет ближе там к краям то очень большая вероятность что при большой нагрузке по обломает все эти зубы и весь этот девайс можно будет выкинуть видно что вот дима намазали с этого стороны контактное пятно вот оно где то вот в этом вот регионе происходит вот это довольно таки хорошо это больше к середине зуба под крышок возле краев ничего нету то есть я доволен этим с этого стороны контактное пятно оно вот тут вот как бы чуть-чуть ближе ближе к краю зуба это что не есть хорошо на самом деле но я думаю у меня походит вот главное что контактное пятно довольно таки далеко вот краев зубчиков и поэтому еще раз говорю я доволен мы уже в принципе все сделали все уже готово осталось посадить только крышку на герметик и закрутить и в принципе все так ну все короче сейчас его медленно опускаем так вот все все теперь он стал все дифференциал официально собраны Субтитры сделал DimaTorzok